Доброе утро, мои хорошие. Вот я. Девочки, я уже тут хожу. У меня старый телефон, новый телефон. Я не брала, потому что мне не до телефона. И вот я взяла это самое. У меня повыписывали людей здесь. Они не хотели сниматься. Сейчас вот померили мне это самое. У меня 93. Три. Опять у меня упало все. Опять как под этим. Под трубочками лежу. Думала, я это сама не буду одевать. Вчера 10 часов вечера мне сняли. Ночка спала, а сейчас померили у меня. А у меня это тяжело дышать. Сниму вас сегодня. Что нам завтрак дали, обед. Я не знаю, мне выпишут сегодня, не выпишут. Может и нет. Может, может. Может и не выпишут. А славят еще не славят. Что-то так тяжело этот ковид переносится. Мои хорошие. У меня голова болела. У меня голова болела. Я пила таблетки. Я даже не знала, что это ковид. А потом у меня началась эта самая температура. Ну, я вам скажу честно. Ходила в больницу. В больницу мне сказали, идите отсюда, мы вам никаких мазки брать не будем. У парты не идти. Мазки не брали мне. Я ушла. Ушла из больницы. Выписали мне таблетки АЦЦ и этот самый бромексин. Все. И я, девочки, в субботу это я 3-2 месяца ходила с этим ковидом. Я в субботу вызвала в 17 часов вечера в 5 часов вечера скорую. Они в 12 ночи приехали. У нас очень плохо в Порт-Инити работает скорая помощь. Не хотят они вообще. Приезжают когда хотят. В 12 ночи приехали. На меня посмотрели, как на дурочку. И уехали. Представляете, посмеялись от меня. На воскресенье мне пришлось ехать самой. Я сюда попала в воскресенье в 8 вечера. Ну, я вам скажу, девочки мои хорошие, что лечат здесь всех по-разному. Кто богатый, тот хорошо вылечится. Кто такой, как я, нету ни денег, ничего. Поэтому нас лечат, как это. Вот это. И поэтому я уже 11 дней здесь лежу. Я не могла снимать, не могла снимать видео, потому что у меня здесь были люди. Они сказали, нас не снимайте. Но они спросили мне, у вас есть канал? Я говорю, есть, но у меня телефон дома. Мне не до телефона было никакой. я старые, взяла телефон и всё. Поэтому, мои хорошие, вот так вам рассказываю сейчас, потому что не могу. такое состояние, не знаю, вот смотрите, у меня запах был, только привкус был, сладкий был, солёный. вот у меня вот такое было. Аппетита у меня нет. Без аппетита. А тут надо только есть, есть, есть. И я вот смотрю, разный врач выписывает назначения разные. В общем, вот так. Может, кому не интересно, но я, конечно, одно и то же, одно и то же, а что, одно и то же снимаю, потому что это наболевшее. наболевшее девочки. Девочки, чуть голова развалится или что-то там кашель, сразу же бежите, делайте мазок, потому что какая коварная это, это болячка. Это коварная болячка. Я похудела вообще. Девочки, записываю вам видео а сама камеру не включила, представьте. Записала вам видео, камера выключена. Мои хорошие, я сегодня здесь один из визу. Мне померили сейчас вот эту фигну, а мне пришлось клубочку одевать, потому что у меня 92 или сколько она сказала, 3. Дышать тяжело. постараюсь сегодня снять завтрак, обед, не знаю, надеюсь, может, домой выпишут. Снимаю вам видео, девочки, камеру не включила. вы видите, это все, голова у меня не работает, болеет, аппетита нету, мои хорошие. Сразу же, это самое, у меня головные боли были, я пила таблетки, я даже не знала, что это ковид. В больницу пошла, мне даже не захотели мазки брать. Дали мне от кашля таблетки, выписали и все. Скорую помощь вызывала в субботу, в прошлом. Они посмеялись на меня, приехали ночью, ночью и все уехали. В воскресенье сама на такси поехала в Алуж приемный покой и поехала и мне привезли девочки смешно тоже. Отправили меня домой на такси, я приехала, я ждала скорую дома. И скорая приехала в восемь вечера, мне привезли куда поздно в Сиферополь больница Сигная. Ой, короче, девочки, не знаю, я рассказываю, видите, камеру не включила, рассказываю, непонятно, что голова вообще не работает. Ну, какие дежурки. Не знаю, не знаю, так тяжело, девочки, это перенести в аэронобилет, очень тяжелый, очень тяжелый, внимательный будьте. У нас вот эта женщина лежала с ковидом, и мама ее лежала, и ее мама умерла. Вот. Ужас один, как тяжело. Как тяжело. я не делала, даже не знаю, что пить, какие зарядки надо делать. Как я буду, не знаю, девочки, не знаю, буду с вами ровроваривать, могу советовать, может быть, не знаю. У кого есть, вот мне рассказывала женщина, у нее ковид, она, у нее аппетит хороший, у меня нет аппетита. Нет аппетита вообще. Да, девочки, я тут не снимала, потому что даже телефон, ну, я не брала с собой. Вот, деда, снимаю видео, снимаю на старый, так как мне не до этого было. И люди здесь не хотели, не хотят вот их снимать. Ну, я их думаю, какой там снимать, там не до снима было мне. Это сейчас выписали, вчера, овальничку, последний. У нас три человека тут было. И я думаю, ладно, сниму вам. Может, еще что-то сниму. Давайте, девочки. Спасибо.